Играет музыка Потому что в режиме обзора Я думаю, что вы его уже видели Внешне вы его видели А сейчас я хочу, наверное, побольше поговорить о нем Какие-то свои выводы сказать Ну и факты Во-первых, всегда коробка продукции Вообще Apple Она является идеалом для меня То, что все айфоны Макбуки Даже те же самые аймаки Не знаю, упакованы просто офигенно Ну, эта версия на Она 64 гигабайта С сим-карты Кстати, самая дешевая версия Айпада Air Стоит 499 долларов Ну, в переводе на рублей Скажем, 15 тысяч рублей В Москве, конечно, цена Намного выше получается Самая дорогая стоит, по-моему, 950 долларов Это 3G плюс сим-карты На 128 гигабайт Вот Диапазон памяти От 16 гигабайт До 128 128 гигабайт Мне кажется, это вообще Выше крыши И полностью Замена Этого Компьютера Ну Да Персонального компьютера Бывает в двух цветах Это темно-серый И Такой серебряный Здесь у нас Как раз Белая версия Сзади у нас он серебряный На 64 гигабайта С модулем С сим-карты Ну, давайте откроем Версия Вот эта Именно для Америки Потому что здесь Не должны идти Наши зарядки Это самое Прикольное Я, кстати, подготовился У меня есть ключик Самое волнительное Во всех обзорах Это Открывать новую Продукцию Компании Эпо Слушай, какие хорошие пленки Даже Даже на пленках Не жмотятся Так Делается все это На заводе Фаском Тайваньская компания Кстати, Фаском Производит Что они Плейстэшн 3 Иксбокс 360 Производит Нинтендо И многое Другое Я уже не помню Что они производят Вот этот именно Айпад Произведен в Китае Но Спешл Для всех подписчиков Вот так вот Ва, беренький Прям Да Ну Вся продукция Эпо пахнет И давно Это уже Стало культом Когда выходит Новый К примеру Айпад Стоять в очередях Ехать За то же самое Там За границу И стоять там Кстати Если Вы собираетесь Покупать В Москве Первые дни продаж Сейчас Вот он стоит 55 тысяч рублей Эта версия На 16 гигабайт Ну Его просто Нигде В России нету За те же самые Деньги Мне кажется Можно Купить билет В ту же самую Англию И смотаться туда Отстоять в очереди Купить Там Вы заплатите Всего 499 долларов Вот у меня У меня был Второй айпад Третий У четвертого Мы не покупали Но Понятное дело Я держал его в руках Сразу Конечно Могу сказать Что Отличаются Вот эти вот Грани Их Это ожидаемо Потому что Нужно Как-то Все это Уменьшать Дисплей Оставили То же самое Это 9,7 дюйма Ретинный Дисплей IPS Матрица Разрешение Здесь 2048 На 1536 Точек Ну что Тянем Тянем На себя Довольно Скилл Легкий Сколько Он там 478 Грамм Весит Это С модулем 3G Ну или там 4G Короче С сим-картой И Чуть полегче Без этого модуля Ну Вот эта Белая пластмасска Зазначает Что здесь Находится антенна Которая будет Вашу сим-карту Ловить Сейчас Мы его конечно Включим Интересно Что Яблоки Кладут Пытались Вроде Отказаться От этой Точнее Пытаются Вроде Отказаться От этой Вещи И сделать Его Как-то На магнитиках Ну Реально Не очень Удобная Вещь Тик Айпад 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 Брошюрка Айпад Айпад Брошюрка Айпад 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 И вот такие Вот маленькие Яблоки Кстати Самые прикольные Яблоки В этих В Айпад Шафл Мне показалось Там такие Прям маленькие Яблочки Идут Так Ну что Это все Убираем Ну По весу Не знаю Я уже Так привык К Айпаду Мене Что Большой Айпад Мне кажется Не очень Практично Ну С моей точки зрения Чтобы его таскать С собой Но Случаи Бывают разные А Кстати Нет Смотрите Здесь Нормальный штекер Идет Ну USB Понятно Вот эту вещь Можно менять И ставить Уже Другие Штепсеры Кабель Лайтник Обычный Кабель Лайтник Вы его Надеюсь Все видели Если вы еще Никогда не Пользовались Техникой Эппл То Это Я бы сказал Прикольно Потому что Попользовавшись Если вы будете Пользоваться Техникой Эппл После этого Походу Вы ни на что Другое Не перейдете Так Ладно Вообще Уберем Вообще Американцы Я буду говорить Что это Американцы Но Эппл Все равно Американцы Они выпустили Первые Джокс Давно придумал Планшет Если вы смотрели Всевозможные Документальные фильмы Что Компьютер Он будет в руке Вот такой Тоненький Маленький Давно придумал Вот Айпад вышел И покорил Сердца Многих Помню через сколько там Пол или 8 месяцев Вышел Сразу Айпад 2 Его начали Продвигать В образование В медицину И по сей день Даже в России Сейчас уже Некоторые школы Их Ну такие Прям Не знаю Единицы Можно там Одну-две Наверное Пересчитать Которые закупают Айпады Как Реально Учебники Ну для учебы Для детей Которые С ограниченными Способностями Мне кажется Тоже Это вообще Очень круто Камера здесь 5 мегапикселей Айсайд Видео снимает 1080p Ну понятно HD Нету никакого Слоумо Как в iPhone 5s Это его фишки И тоже Здесь обычная Клавиша Вот это Home Никаких там Touch ID Ну может Это и правильно Мне кажется Здесь будет Совершенно Неудобно Не знаю Нажимать Или как-то Держать Вообще Одной рукой HD его Можно держать Но это Очень неудобно И Я вот Я вот Тоже Думал Чтобы они Сократили Вот эти Все Грани Чтобы Был Чисто Дисплей Но Тогда Будет Неудобно Держать Я вот Как раз Когда Mini Пользуюсь У меня Здесь тоже Mini Есть Вот Вот так Вот Они Выглядят Два Братика Большой И маленький Теперь Вот так И все Присходит Короче Когда вы Будете Держать Вот так Вот Вам нужно Для пальца Расстояние Чтобы Держать Одной рукой Если Вот это Расстояние Убрать То Это Будет Совершенно Нереально И Вы Будете На экран И Какие Приложения Будут Тупить Чисто Мой Взгляд Камера FaceTime Она Называется 720p Снимает Видео И Фотографирует Она 1.2 Мегапикселя Сверху Находится Jack 3.5 Всем знакомый Клавиша Включения Она Стала Поменьше Кстати По размеру Прям Такая Же Сейчас Сравним Да Знаете Вообще По размеру Прям Такая Же Как В iPad Mini Потому что На обычном iPad Она Была Длинная Тоже Смысл Длинной Клавиши Я не вижу Они Просто Взяли Да Реально iPad Mini И Увеличили Его Видите Вообще Все Одинаково Клавиша Блокировки Она Одна и Та же Она Либо Блокирует Ориентацию Планшет Либо Выключает Звук Это Можно настроить Ну В этих Настройках Клавиша Увеличения Уменьшения Громкости Сделали Сделали Идеально По мне Так Идеально Если Вы будете Пользоваться Техник Apple У вас Будет Вот так На вашей Одежде Отражаться Все Вот По всему Остальному Снизу Здесь Слева В отличие Ну ладно Все Айпад Мини Еще Уберем Вот Здесь Находится Разъем Для Сим Карты Не знаю Даже Открывать Не будем Там Со мной Ничего Интересного Вот Чего Хочу Сказать Еще Насчет Корпуса Понятно Что Он Стал Меньше Везде Высота Ширина Длина Все Стало Поуже И Поменьше Насчет Удобства Ну После Третьего Четвертого Айпада Стало Легче Да Легче Его Приятнее Держать В руке Сейчас Многие Ездят В общественном Транспорте Читают Книжки И Играют В игрушки Я Не особо Вижу Людей Вот Именно С большим Айпадом Ну Чисто Мое Мнение Лучше Всего Покупать Мини Да Это Прикольно Кстати Часто Еще Замечаю Что Народ В машину Ставит Как Навигаторы Большие Айпады Делают На них Держалки Тоже Не особо Удобно Вот Короче Apple Создала Проблему Но Это Личное Мое Мнение Что Применение Большого Айпада Сузилось С появлением Маленького То Что Когда Маленький Он Намного Удобнее А Функционал Практически Такой Же Понятно Что Процессор Да Он Уступает Большому Но Функционал У него Применения Больше По факту Получается Мое Мнение Что Блин Айпад Мини Это Круче Хотя Нет Давайте Откроем Что Время У нас Есть Я думаю Что Вы Уже Все Запаслись Чайком Бутерами Так Все Подписчики Делают Когда Приходишь Домой Иногда Я Сам Подписчик Других Каналов Радуюсь Когда Какое Большое Видео Выходит Потому Что Можно Райно Посидеть Расслабиться Послушать Кстати Скрепочка Изменилась Чуть Она Какая-то Более Кругая Стала А народ Все вокруг Смотрит Типа У него Айпад Айр Так Выдвигаем Нано Сим 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 Слот Очень Легкий Не Теряйте Потому Что Будут Проблемы Чтобы Купить В сердцем Сентрах Это Можно Рубри 500 Он Стоит По Ремонту Самый Дорогой Здесь Дисплей По Сравнению С Аналогией Если В Айпад 2 Разбить Дисплей То Порядка Семерки Восьмерки У вас Выйдет Ремонт Оригинальный Можно Заказать Неоригинальный Ладно Давайте Включаем Пока Он Загрузится Вот Грани Сделали Прям Такие Же Как В Айфонах И В Айпад Мини Ну Здесь Вообще Все Без Отличий Мне кажется Что Планшет Он Таким И Должен Быть В Будущем Куда Это Будет Стремиться Даже Не Знаю Больше Дисплей Делать Смысла Нету Только Работать Над Скоростью Куда Еще Давайте Выберем Русский Кстати Имейте Ввиду Что Во всей Технике Эппл Которую Покупаете К примеру Поехали В Таиланд В Америку Видите Там Айпод Айфон Или Какой-то Компьютер Внутри Будет Уже Русский Язык То есть К этому Вопросу Вообще Не Возвращайтесь Всем Остальным Говорить Что Можно Покупать В любом Магазине Мира Там Будет Русский Так Так Выбираем Россия Ну Давайте Выберем Другую Сеть Хотя Наверное Можем Starbucks Free Выбрать Если Он Сейчас Подключится Дисплей 2048 На 1536 Пиксери Это Ретинодисплей Лучше Пока Не Придумали Насчет Пиксери Ну Вот К примеру Название Сети Вайфай Я Даже В очках Не Пиксери Пиксери Я не Вижу Итак Продолжаем Наконец-то Мы Приключились К сети Starbucks Это Было Непросто И Вообще Выбрали Wi-Fi Горбушки Устройство Готово Мы Не Водили Никакие Там Логины Пароли Просто Активировали Айпад И Нажимаем ОК Включить Сужбы Геолокации Короче Это Стандартная Вся Галимате Настройка К Новый Айпад Если У вас Есть Один Айфон И Вы Собираетесь Купить Айпад Если Синхронизуете Все это В облаке Так Создать Войтись Apple ID Если Я не хочу Пропустить Этот шаг Пропустить То Покупая Айпад Вводите То Покупая Айпад Вводите Свой Логин Пароль И Вся Ваша Информация Подкачивается Сюда Вплоть до Установки Приложений Которые Подходят Для Айпада Я бы Единственное Здесь Уменьшил Вот эту Прослойку Между Самим Дисплеем И Кончиком Пальца Я вот Смотрю И мне Само кажется Что Где-то Там Внизу Не хочу Добавлять Пароль Раньше По-моему Такого Не было Чтобы Сразу Apple Попросила Добавить Пароль Диагностика Не отправлять Наконец-то Айпад Начать Работу Добро Пожаловать iOS 7 7.03 Прошу Заметить Уже Здесь Стоит Все Фишки Вы Тоже Уже Давно Все Знаете Вот про что я говорю Смысл Делать Обзор Там Стандартный Когда он В принципе Есть у всех А мы с вами Нормально так Сидим И болтаем Давай попробуем Камеру Удобно Сделали Вот эту Кнопочку Что Понятно Ты держишь Таким образом И щелкаешь Сюда Хотя Раньше На втором Айпаде Она была Вот здесь Вот А если мы Перевернем Она Также у нас Под пальчик Идет Ну Либо мы можем При помощи Клавиши Плюс Сфотографировать Но Давайте Делаем Так К примеру Я сейчас Сфоткаю На Вот эту Камеру 5 мегапикселей И посмотрим Что это Все вышло Но Ничего Так Тоже Как вы думаете Почему Кампания Эппл Не Ставит Сюда Камеру Большего Разрешения Здесь 5 мегапикселей Айсайд Видимо Потому что Они думают Что это Идеально Такая универсальная Камера Для всех Не надо Свою оставить Там 13-18 Мегапикселей 5 мегапикселей Тоже хватит FaceTime Если не знаете Что это такое Быстренько расскажу Через интернет Можно бесплатно Звонить в любую точку мира И видеть собеседника Либо голосовой вызов делать Не платя за это Оператору А просто Подключаясь к интернету К примеру К Wi-Fi Процессор Давайте быстренько Пробежимся Здесь стоит А7 Раньше В четвертом Айпаде Стоял А6X Здесь еще Есть Этот Сопроцессор М7 Называется Такой же Как в Айфоне 5S Он отвечает За положение Устройства На земле При этом Считывает Его Положение Как вы ходите И тому подобное Не будем углубляться Потому что Это Сложно А7 И М7 Мне кажется Изменилась яблочко Сегодня Стало Прям Зеркальное Я не помню Какое оно раньше было По примеру На мини Черное А здесь Прямо Такое Зеркальное Стало Снизу Чем мы еще Не смотрели Разъем Лайтнинг И два Динамика Ну Попробуем Как это все Звучит Давайте К примеру Перейдем В Safari И наберем Сайт Яндекса Яндекс Положим в интернете Посмотрим Как Safari Справляется С быстротой Ну Здесь Конечно От Wi-Fi Сети Зависит У меня Честно Одной рукой Не очень удобно Его держать И Ну Я не знаю Я уже привык К мини Если Вы думаете Так же То Напишите В комментариях Как Вы вообще Относитесь К большому Айпаду После появления Мини Мини С ретиной Да Это вообще Взрыв мозга Разрешение Вообще Чумовое Ну Что-то Яндекс У нас Сейчас Откроется Но Очень медленно Потому что Наверное Мы продолжать Не будем Видео смотреть И тому подобное Потому что Ничего хорошего Из этого Не выйдет Вон Сайт Яндекса Открывается Вот Вообще Применение Айпада Большого В учебе Да Супер В каких-то Сферах Там Бизнеса Да Тоже Супер Чтобы не брать С собой Большие Ноутбуки Во всем Остану Чтобы Комера Дома Смотреть Видосы Ну да Тоже Подойдет Хотя Не знаю Для этого И мини Годится Разрешение Точнее Размер дисплея 9.7 И 7.9 Не знаю По мне Ну да Он конечно Больше Но Не настолько И кстати Хотел с вами Еще поговорить По поводу Вообще Названия Air Почему так Произошло Напишите Свою точку Зрения Вот Моя точка Зрения Такая Они Уже Готовое название Когда Есть MacBook Air То есть Он легкий Как Воздух И там Сделан Акцент На тонкость Здесь Я бы не сказал Что Прям Совсем Это Тонкий Ну да Они его Уменьшили Но Подводя Итог Моя точка Зрения Я не знаю Почему Они его Так Назвали Это Было Прям Мозговыносящее После Презентации Кстати Презентовали Его 22 Октября Сегодня Уже 2 Ноя Он появился В продаже Вот Эти Мне Компании Apple Нравятся Они Как Остальные Делают Что Пример Презентовали И появление Там Не знаю Через 3-4 Месяца Или Там Еще Позже У Apple Всегда Взяли Презентовали Завтра Там Уже Скачивайте Бесплатное Приложение Бесплатную Операционную Систему Либо Вот Вам iPad Через Неделю Можете Купить Оформим Предзаказ Кстати Теперь Можно Покупать В официальном Магазине Apple Там Тоже Как-то Немножко Цены Кусаются Как в рознице Либо Можно Покупать У нашего Партнера Macof.net Да У кого Мы это Все Взяли Не знаю Ладно Операционную Систему Показывать Не буду Что Еще Можно Показать Разрешение Дисплея Но Я не знаю Точку Вы здесь Никогда Не увидите Потому что Разрешение Просто Потрясающе Все Основные Фишки iOS 7 Они Есть Подсветка Максимальная Но Выглядит Очень красиво Вот Подводя итог Ну что Обновление Айпада Удалось Все сделали Красиво Тонко И Такое ощущение Теперь будет У всех Наверное Складывать Что Это Айпад Мини Только Большой Ну да Они так Сделали Представили Совершенно Новое Устройство После Третьего Четвертого Айпада С новым Корпусом Потом Выпустили Его продолжение Ток Большое Перевернули Все Кстати Почему Оставили Айпад 2 Я не понимаю С процессором Айпять И Отстойным Дисплеем Извините Что конечно Вот так Называю Вот Мне непонятно Что они так Сделали Разница У них Разница У них 100 долларов То есть Вот этот Стоит 500 долларов Айпад Второй Стоит 400 долларов То есть За 3000 Ты получаешь Совершенно Новый Айпад И Блин Новый Айпад И Второй Айпад Зачем Он нужен Может В организации Продавать Как раз На обучение Они будут Его делать То есть В Африке Айпаду Отправить Там Во все Школы Дети Будут Обучаться Круто Теперь Можно Гаражбенд Ставить Бесплатно Аймуви И И Использовать Реально Как Компьютер Все Бесплатно Вот Ладно Проявляйте Активность Подписывайтесь Кнопки Везде Есть С вами Был Илюха И Ждите Новых Обзоров Точнее Не знаю Не обзоры Такие у нас Посидушки Произошли Мы распаковали Айпад И Я вам все Рассказал Ладно Ребят Все Всем спасибо И Всем пока